Всем привет! Смотрите как восстановить ICSI LUNE на примере устройства QNAP TS412, как восстановить сетевой диск или как достать данные с поврежденного сетевого устройства. Хотя, про то, что вы получите в описании, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Хотя протокол ICSI является достаточно старым, он не теряет свою популярность в построении сетевых хранилищей. ICSI это протокол для взаимодействия и управления с системами хранения между серверами и клиентами. Данный протокол используется для передачи данных по сети и позволяет видеть сетевой диск как локальный физический, в то время как на самом деле хранилища данных находится на другом устройстве. Такие диски называют лунами. LUN это номер логического объекта, другими словами это сетевой диск или его раздел, который имеет свой номер в сети iSCSI. Используется iSCSI LUN в NAS устройствах, данный функционал доступен в Synology, QNAP и других серверных устройствах. Если вы случайно удалили iSCSI LUN или удалили данные с него или же просто не можете получить доступ к файлам хранящимся на вашем NAS устройстве, без стороннего софта для восстановления данных вам не обойтись. Программных решений для восстановления данных с iSCSI дисков немного. Если вам нужна проверенная утилита, которая способна восстановить информацию с такого диска воспользуйтесь Hetman Raid Recovery. Данная программа поддерживает восстановление данных с iSCSI LUN дисков. Сперва давайте разберем как восстановить утерянный сетевой диск. Прежде чем приступать к процессу восстановления позаботьтесь о наличии накопителя с объемом равным или большим диска, с которого будете восстанавливать информацию. Подключите носитель к операционной системе Windows. Затем скачайте, установите и запустите Hetman Raid Recovery. Просканируйте диск. По завершению анализа вам нужно найти следующую папку. Внутри каталога будут лежать все ваши iSCSI LUN диски в виде образов. По размеру определите нужный и восстановите его. Или же отметьте все и нажмите восстановить. Укажите место куда его сохранить. Еще раз восстановить. По завершению процесса файлы будут лежать в указанной папке. Как видите программа восстановила файл в полном объеме, но он перестал быть разреженным. Фактически занимаемое место увеличилось до полного объема в 330 гигабайт. Восстановив данный файл, есть несколько решений достать из него нужную информацию. 1. Восстановить работоспособность сетевого диска с QNAP. 2. Загрузить файл образа в нашу программу, просканировать его и вернуть нужные данные. Для первого решения вам понадобится подключить пустой диск к устройству QNAP, загрузить его и создать новый виртуальный диск. 2. С точно таким же размером как и предыдущие. А затем скопировать восстановленный файл на этот накопитель. Для копирования файла образа подключите оба диска к компьютеру с операционной системой Linux, либо воспользуйтесь другими инструментами для доступа к файловой системе QNAP. 3. Смонтируйте и откройте новый диск в файловом менеджере. 4. На смонтированном диске в корне вы найдете папку с таким именем. 5. Переименуйте данный каталог, к примеру, в исказе Image2. 6. А затем создайте папку с таким же именем. 6. Далее нужно скопировать в восстановленный файл только что созданный каталог. Для этого воспользуйтесь терминалом, так как нам нужно преобразовать данный образ в разреженный файл. Сделать это можно выполнив команду копирование cp. Открываем терминал и вводим следующую команду. 7. Где первый путь это путь к восстановленному файлу образа. 8. И второй путь куда нужно скопировать данный файл. 9. И аргумент SparseAlways преобразует его в разреженный файл. 10. При большом объеме файла процесс копирования займет довольно продолжительное время. В терминале не отображается никакой информации о статусе процесса копирования. Эту информацию можно посмотреть в системном мониторе. Здесь отображается объем скопированной информации, по которому можно приблизительно определить как скоро закончится процесс. 10. Ну вот файл успешно скопирован на диск. 10. Для проверки выполним команду doH. Открываем данный каталог в терминале и вводим команду с именем файла. 10. Как видите файл занимает на диске меньше 200 мегабайт. 11. Хотя его видимый размер составляет 330 гигабайт. 12. Это подтверждение того, что при копировании он был преобразован в разреженный. 12. После успешной операции копирования нужно подправить конфигурационный файл. 13. Замените имя нового сетевого диска на нужное. 14. Подключите диск к устройству QNAP и загрузите его. 15. С помощью WinSCP или другой утилиты настройте соединение с сервером. 15. Укажите IP, логин и пароль и нажмите войти. 16. Программа WinSCP по умолчанию не видит скрытые файлы. 16. Так как каталог может быть скрыт, сначала нужно включить их отображение. 17. Откройте настройки, панели, показывать скрытые файлы. 17. Затем перейдите по такому пути и найдите файл с названием iscasi.target.conf. 17. Откройте его. 17. Здесь нужно найти строку Loon Meta Patch и заменить имя нового Loon на имя того файла, который мы восстановили. 17. Число 001, что в конце, означает сколько частей имеет в вашей iscasi. В моем случае он состоит из одного накопителя. 18. Далее выйдите с файла и сохраните изменения. Если у вас несколько дисков нужно изменить все их имена. 18. Перезагружаем QNAP и ждем пока он загрузится. 18. После загрузки откройте инициаторы iscasi и подключите диск повторно. 18. После чего накопитель появится в проводнике со всеми файлами. 19. Для второго решения нужно загрузить восстановленный файл в программу Hetman Raid Recovery. Откройте программу, перейдите во вкладку сервис и нажмите монтировать диск. 20. Укажите путь к восстановленному файлу. Чтобы программа отобразила наш файл в поле образы дисков, укажите здесь все файлы. 21. Затем отметьте его и нажмите открыть. 22. В менеджере дисков появится монтированный диск. 23. Кликните по нему правой кнопкой мыши и нажмите открыть. 24. Выберите полный анализ. 25. Укажите файловую систему диска и нажмите далее. 25. И по завершении готово. 26. Как видите программа нашла и отобразила файлы, которые лежали на сетевом диске. 26. Чтобы их вернуть отметьте нужные и нажмите восстановить. 26. Укажите путь куда их сохранить и кликните еще раз восстановить. 27. По завершении все они будут в указанной ранее папке. 27. Как видите второй способ намного проще. 28. Если лун не был удален, а вышло из строя нас устройство, 28. Достаточно просто смонтировать образ диска в программу и восстановить информацию. 29. Восстановление данных со исказей лун непростая задача и требует наличия специальных навыков и инструментов. 29. Наша программа поможет вам упростить этот процесс, так как способна вернуть данные с поврежденного нас устройства. 29. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. 29. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. 29. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. 29. Всем спасибо за просмотр. Пока. 30. Всем пока. Продолжение следует...